На рубеже 1960-х и 1970-х годов на мировом рынке произошел бум продаж внедорожников. Land Rover, Land Cruiser, Ford Broncho – все эти модели были очень популярны. Конечно же, немцы не могли оставить эту тенденцию без внимания, и решили дать свой универсальный ответ – создать машину двойного назначения. Автомобили для военных, и для настоящих пацанов – это Mercedes W460 Gila & Duagen. Это первое поколение легендарной модели. Ее начали выпускать в 1979 году на совместном австрийско-германском предприятии. Наш экземплярный тест-драйве 1985 года выпуска – это трехдверная укороченная гражданская версия. Впрочем, армейские почти ничем не отличались. Слово «Gila & Duagen» переводится как «автомобиль для бездорожья». И он полностью соответствует этому имени. Высокий, брутальный, квадратный, с плоскими крыльями и стеклами. В общем, налицо иродинамика кирпича. Как и подобает вездеходу, у него широкие арки и колеса короткие свесы. Под капотом – выносливый шестицилиндровый мотор с двумя распредвалами рабочим объемом 2,8 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На сотню ему требуется 21 литра бензина. Но, поверьте, есть тонны их не зря. Так должна выглядеть мужская машина. Квадратная пустота, жесткий пластик и ручка страха для пассажира. На центральной консоли рычаги селектора четыреступенчатого автомата, подключение переднего моста, раздаточные коробки и блокировки дифференциалов. Полный внедорожный набор. На ходу его армейские корни чувствуются сразу. Автомобиль жесткий, тяжелый, хорошо хоть гидроусилитель есть. Максимальная скорость – 155 км в час. Полный привод можно подключить прямо на ходу. Подвеска зависимая пружинная. Первое поколение пробыло на конвейере до 1990 года. Этот гелик выпускали также в пятидверном варианте, кузовах универсал, кабриолеты открыты всем ветрам армейской версии. Его отличная проходимость и большой моторесурс сделали модель одной из самых успешных в линейке мерчадес. А в 1983 году она даже выиграла знаменитое ралли Париж-Дакар. И сегодня автомобили Г-классы есть на вооружении в армии и спецслужбах более чем 60 стран. Интересно, что современные гелендвагены внешне почти не отличаются от своего славного предка. Все-таки его яркий и харизматичный дизайн успел стать настоящей классикой. А появилась эта машина благодаря шаху Ирана, заказавшему ее разработку для своей гвардии. Но это уже совсем другая история.